Недостаточно знать о своих правах, надо уметь их защищать. Семинар для ивановских педагогов в субботу провел сопредседатель Межрегионального профсоюза учитель Всеволод Луховицкий. Желающих послушать и научиться собралось немного, но это не значит, что у ивановских учителей проблем нет. Скорее, о них не принято говорить вслух. Когда лектор попросил присутствующих озвучить сложности, с которыми они сталкиваются, приходя на работу, доски оказалось мало. Начиная с зарплаты, заканчивая вопросами об учительском достоинстве. Учителя воспринимаются обслуживающие персонал, потому что такова найдешняя идеология политики образования. Образование – это не право, которое имеется у каждого человека, получение образования, а это услуга. А услуживает кто? Услуживает прислуга, то есть вот те самые учителя. Впрочем, лектор настаивает, большинство спорных вопросов можно и нужно решать внутри школы. Жаловаться можно хоть президенту, но какой от этого толк, если нет общего языка с коллективом? Это уметь прийти к своему директору, договорившись перед этим с другими своими коллегами. Прийти не один, я пришел вот такой несчастный, сделайте мне, пожалуйста, ради Христа. А прийти как представитель коллектива и сказать, уважаемый директор, мы очень хотим с тобой вместе хорошо работать. Для того, чтобы нам вместе хорошо работать, нам нужно то-то и то-то. Давай думать, каким образом мы эту проблему будем решать. Ивановские учителя в числе главных проблем называют сильную загруженность. Всеволод Луховицкий рассказывает, все чаще в его практике встречаются те, кто работает вместо положенных 18 часов в два раза больше. Ставка – это 18 часов, но за ставку мы получаем меньше, чем хотелось бы. И люди вынуждены работать на полторы и так далее. В результате, как всю жизнь у меня была, дай бог дожить до субботы, и даже в субботу работаешь, и даже в воскресенье работаешь, и даже летом, и даже в транспорте, потому что думаешь, это к уроку хорошо, это то, и профессиональная деформация. Больше работают, чтобы больше зарабатывать. Прямо пропорциональная зависимость. Как получить выплаты за вредность? Как складывается стимулирующая премия? Может ли быть в школе премиальный фонд? Добиться от работодателя ответа на эти вопросы не всегда получается. Я не знаю, сколько получают учителя в Ивадово, но я знаю, что по стране до сих пор есть оклады, например, 5000 рублей в месяц за 18 часов работы учителя. Согласитесь, что это даже меньше, чем минимальный размер оплаты труда, не говоря уже о прожиточных минимумах. Впрочем, прибавку к учительским зарплатам все же обещают с сентября. Все желающие, кто посетил семинар Всеволодолуховицкого, получили сертификат участия.